Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет способна вывести на низкую оклоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Она придет на смену ракете «Зенит», но будет гораздо мощнее. Запуск «Зенитовского старта» запланирован на Байконуре в рамках российско-казахской программы «Байтерек». Производством ракеты занимается самарский РКЦ «Прогресс». Первый летный аппарат соберут в 2023 году, рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. На сегодня мы получили два двигателя макетных для динамических и статических испытаний и первой и второй ступени. У нас идет сварка баков первой ступени сейчас полным ходом. Проведено очень большое авансирование, там, скажем так, 50 до 80 процентов авансов всех выплачено по этой опытно-конструкторской работе и всем смежным предприятиям. Когда я говорю авансы, это аванс на испытательные образцы и на три летных изделия сразу. Сейчас развернута работа широким фронтом и у нас нет сомнений, что она будет выполнена. И хотя «Союз-5» – самый крупный проект самарского завода, продолжается работой по другим направлениям. Например, у «Прогресса» есть контракт на изготовление для корпорации «Роскосмос» двух космических аппаратов «Аист-2Т». Это комплекс дистанционного зондирования Земли. Спутники будут делать изображения земной поверхности и доставлять собранные данные в пункты приема. Аппараты должны работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 километров. Решение амбициозной задачи в короткие сроки стало возможным, поскольку у предприятия уже есть малый аппарат «Аист-2Д». Его создали ранее на собственные средства. «Основные массы договоров уже заключены, выплачены авансы. И по нашим собственным работам мы в ближайшее время тоже начнем делать железо свое, наше собственное. И думаю, в начале 2022 года приступить к непосредственной сборке на нашей территории обоих космических аппаратов». Пандемия отразилась и на работе самарского завода. Образовалось небольшое отставание по графику в производстве ракеты-носителя «Союз-2». Однако это никак не скажется на сроки пусков ракет, поскольку имеется достаточный запас изделий. Работали в 2020 году штатно с четырех космодромов – Плесецк, Байконур, Восточный и Гвианский космический центр. Годовой оборот составил 29 миллиардов рублей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Солнце «Гр�а»